Друзья, привет! В этом видео я расскажу про свой второй мухоморный трип, который у меня произошел. Если говорить о первом трипе, что он на меня не повлиял и что он меня, как говорится, не шокировал, он шокирует всех. Он шокирует тем, что твоя жизнь больше никогда не будет прежней, потому что ты видишь то, что ты нигде больше не увидишь в этой жизни, только в конце своей смерти. И вот под воздействием каких-то нейроэлептиков, каких-то растений, учителей и так далее. И то, что я не напугался, оно не то, что напугался, оно шокировало. Шокировало именно тем, что это настолько необычно. Это было, конечно, да. И немножко всегда присутствует этот страх. Еще, блин, я насмотрелся видео после первого моего трипа, да, я насмотрелся видео про самоубийцы, все такое, то есть про то, что нужны ситеры. До этого ни хрена ничего такого не знал, да, а тупо трепанул и все. То есть я смотрел только видео людей, которые трипали, да, нормально. Ну как нормально? Они все, блин, ненормально трипали. То есть могу утверждать, что, не знаю, как некоторые, но мой трип первый, да, он идеальный. В отличие от людей, которые, большинство людей, которых я смотрел. Может быть, мне не попадались такие с идеальным трипом. Кофеек. У меня он был просто идеальный, я бы сказал. Потому что я все распознал. И я сразу начался, мой бэттрип не был таким ужасным. Во втором моем трипе участвовал, при нем участвовал мой брат двоюродный, Иван. И он приехал, я ему рассказал правила. Я уже правила знал. Потому что в первом... Ну, я, короче, уже посмотрел видосы после первого трипа, да. И после первого трипа у меня сразу пошла информация определенная, которую я использовал и оттуда подчерпнул для следующего трипа многое. И позвал, короче, брата. Он приехал. И самое что интересное, не то, что позвал. Он захотел приехать, я ему это рассказал. И в этот раз... То есть я трепанул это дело. Все, пробовал. Запустил. Он тоже попробовал мухомор. Он попробовал где-то в районе трех грамм, да. И его так... Может даже побольше. Его так неплохо так это... Его ум немножко остудило. Он оказался идеальным ситером практически, да. Идеальным, я бы сказал. То есть он идеально молчал всю эту дорогу. С чего начал сам мой трип? Конечно, с того, что я все время это делал под вечер, суббота или воскресенье, когда шумно, чтобы по городу не бегать там, не орать или громко не разговаривать. А там и сям люди шумят, потому что в выходной кто-то там пирует, кто-то шашлыки жарит, кто-то еще что-то отмечают там. И мой какой-то вот шум, да, он был как бы зашорен всем этим остальным. То, что я там разговаривал громко там в огороде, допустим. Во втором трипе я уже контролил себя. Допустим, не орать или еще что-то. То есть он у меня настолько был уже контролируемый. Это вообще капец. То есть когда у меня начался bad trip, так называемый, меня сразу, ну то есть тело сразу реагирует, то что у тебя хочется там спать, полежать, отдохнуть, тебя сразу тело начинает колышить, там еще что-то. И у меня сразу открылся мне захотелось, тепло еще было. Ну, я все равно потеплее оделся, кофта там еще что-то. Сразу, кстати, я оделся тепло и хорошо. Потому что первый мой трип не то, что тебе раздеться хочется. Тебе не хочется одеваться. Вот все, что ты был там, допустим, в футболке, в трико каком-то, да, в сланцах, и вот так вот и остаешься. Тебя нету необходимости одеваться, потому что твое тело не чувствует ни холода, ничего. И вот мой вот этот второй трип, мне захотелось пойти, у меня зона отдыха, это газончик такой, да, там гамак висит. Захотелось вот там пойти, на травочке полежать. Я уже, у меня трип уже был, вот этот трип, да, я бросил одеялко туда, ну, ватное, что-то теплое там, еще что-то, и лег там, и, короче, это, одеялом укрылся. Везде сопровождал меня брат. Молодец. А, и все. Пойду. Ты пошел? Ну да, поспать. Надо его раскрутить. Берешь его и раскручивай, раскручивай, раскручивай. И у него так провалился. И ты там. Тя-ка хуйня занимается. Раскручивать надо его. То есть берешь и... концентрируешься и крутишь, кручешь. Как я обычно делаю. И я ему объяснил, что нельзя пиздеть в этот момент. То есть ты должен молчать, только если тебя спросят конкретно, чтобы ты ответил на вопрос. Ответил, вернее, на вопрос, да. И когда я вот в этой зоне отдыха залег, ну, когда у тебя уже там все раскрывается, у тебя начинается состояние, вот это портал, как говорится, все знания открываются, информационное поле Земли, да, как шизотерики говорят. И тебе хочется... Вернее, ты уже все знаешь в этот момент. То есть у тебя идет поток информации. И там нам показалось уже холодно. Ваня говорит, ну что, пойдем. Может быть, это там тепло. Я говорю, ну ладно, пошли. Он мне... А, воды тоже дал попить. И у тебя очень обостряется вкус в этот момент. То есть если вода не очень качественная, а у меня то, что бочка, водонакопитель вот этот, да, гидробак, он, вот это резиный запах, и он мне вонял вообще невозможно просто. Хотя вода прогналась, и она более-менее свежая. То есть недавно, как говорится, в бак залилась. Но настолько чувствительные у тебя органы становятся, ты просто все вот это дерьмо чувствуешь. И фильтр есть, я через него только воду мог пить. А в обычной жизни ты этого, блин, не чувствуешь. Просто такая, сука, вонючая, пиздец. Тут бочка из бочки вонь идет почему-то. Почему бочка воняет? Синяя? Да. Резиной? Резиной, сука. То есть у тебя немножко и вкус, и все остальное зашорено. Вот, я пошел в дом. Там залег, укрылся. Тепло одетый был. И в этот момент тебя еще немножко подмораживает, да? Тебе еще холодно, и тебя тело начинает. И ты все время смотришь, что у тебя с телом. Ну как, отходит, не отходит. Чувствуешь, что оно такое становится нечувствительным, там еще что-то. И вот когда в этот момент у тебя открывается... Как же назвать-то вот этот момент? Момент информационного такого бума. Ну, пускай всезнание. Момент всезнания, да? Это вот когда открывается портал информации. Информационный портал пускай будет. Когда у тебя этот портал открывается, у тебя идет такой поток. И я брату начал что-то рассказывать. То есть все время рассказывал ему, что вот это нужно, вот это такое, вот это еще что-то. То есть не как нравоучение, а то есть как суть жизни какую-то рассказывал все время и так далее. И это как бы, ну не все, не все не важно, потому что там идет вот этот диалог, там еще что-то. А, да, кстати, в этот момент хочется есть чего-то чистого. То есть у меня были яблоки, уралка, не уралка, она как уралка, только янтарка, да? И были спелые и не спелые, зелененькие такие. И в этот момент хочется чего-то такого чистого, живого кушать. И вот эти зеленые, сочные яблоки, они просто вообще капец. И ты ощущаешь, вот яблоки, например, вот эта кожица очень гладкая, ее так хочется прям вот облизывать, она такая настолько гладкая, и вот, то есть ощущения у тебя просто неимоверно усилены. Ощущения гладкости, шагрени какой-то, вот все. То есть ощущения у тебя очень сильно усиливаются. Сочность яблока, она настолько сочная, настолько оно вкусное. Если оно кисло, оно очень кислое, тебя прям аж вот так вот. То есть вкусы такие прям усиливаются все. Тело такое отделяется. Тело отделяется. Яблочко становится такое. Приторное такое, не сильно сладкое. Оно такое гладко. Там, короче, я много чего рассказывал, ржал. Брат все это терпел, потому что у тебя там просто разверглись в небеса, и ты просто поток информации. Чего не спроси? Вот момент. Можно спрашивать, и у тебя просто поток информации. Вообще капец. Глисты, сука, их не любят. Нормально. Супкурс проешь, пропьешь, метишь, на этот говешки у тебя все. Вот. И... Короче, там спал, ну, отпускал, а тебя опять поспешь немножко, тебя опять отпускает. И вот потом через час, там где-то полтора наступает вот момент основного трипа, да, ты опять засыпаешь, и в этот момент, то есть вот эти этапы, ты все время проник под них засыпаешь. Такой раз заснул, а раз проснулся, и ты уже здесь. Ты уже вот. Все. И я слышу, что я подключился, то есть ты подключаешься во время трипа, вот этого основного. Тебе подключается вот оттуда сверху. И я чувствую, что ко мне уже подключились, и меня уже ведут. То есть я уже там как второстепенный герой, потому что с тобой идет диалог внутренний, да, и наружу это выплескивается разговором. Иногда он говорит, иногда ты говоришь. И, короче, я такое вот ощущаю, что все, пришла смерть, и уже надо идти. Ты прям четко так ощущаешь, что смерть подходит. Идешь. И самое интересное, я понимаю, что я это могу контролировать. То есть я могу пойти в смерть, а могу не пойти. И я полностью могу контролировать. Но это смерть эго. И я такой встал с кровати и пошел на газончик, потому что на газончике у меня был третий трип. Не на газончике, а у меня во дворе, да, около там прицепа и так далее. Там просто трава, газончик такой небольшой. И я такой, все, иду, и такой, Ваня, и это видео, короче, записывать надо. То есть я его зову, и в этот момент, в этот момент не я уже контроль-то в себя беру, но и одновременно и я разговариваю, и разговаривает вот Бог оттуда сверху, который подключается. И я чувствую, что тело, тело уже все отдельно. Оно уже отдельно. И самое интересное, что я уже все контролирую. Как, то есть, во второй раз у тебя уже полный контроль над телом. Оно отдельно, но у тебя уже нет вот этих толстых перчаток. Потому что я чувствую, что телу надо пописать. Оно может еще терпеть несколько часов. Но в этот момент ты заботишься о теле. Оно, оно необходимое, но нужное. И ты даешь ему пойти поссать. У тебя тело уже ты контролируешь, ты можешь нормально пойти поссать. Поссышь, короче, ссышь. Брат уже начинает там снимать. Я говорю, а снимай пофигу, он там вначале такой зашорился. Ты ссышь, а мне в этот момент вообще уже насрать. Ты тело выгуливаешь. Как вот, знаешь, выгулить там свою какую-то собачку. Выгуливаешь ее. И рассказываешь ему. То есть, я рассказываю, но на самом деле это был не я, это уже был Бог. И было разрешено оттуда снимать видео. Некоторые моменты я выкладывать сейчас не могу, потому что ну нельзя туда их выкладывать. То есть, пока мне нельзя их выкладывать. Некоторые моменты. Ну, когда надо будет выложиться. Когда не надо будет не выложиться. Просто буду вставочки такие делать. И тело поссало. Ты идешь, короче, вот несколько метров прошел и со мной такой мне говорят ну моим голосом. То есть, ну давай, пойдем. Ну ты же все знаешь. Это все записано. Ты же все знаешь. Ты знаешь, как уже умирать. Давай, ты сам все это можешь сделать. Давай, умирай. Умираешь и тебе как наставник там сверху, понимаешь, а ты как маленький ребенок. Он прям я чувствовал, ощущал, что со мной как с маленьким ребенком, как ребеночек, понимаешь, такой. Не родивый такой, не смышленыш. и вот он говорит такой, ну я буду звать это Бог. Это Бог. И вот он говорит, ну давай, ты все знаешь. Давай, давай, как в первый раз, говорит, давай все, умирай, проваливайся. Раз такой, умер. это был секрет. Выхода. Видео сняли, вот это. Да, мой хороший. Висеньку подергал. Давай. Вот он секретик. Вот он, вот он, вот он. И провал. Просветление вот это. Ты хотел это попробовать еще раз? Да? Еще разочек. На, ты попробуй. Смотри, как хорошо. Вот он твое просветление. Скоро он у тебя будет. Ты расставился. Расстроился уже. Ну, пошутили мы, ёптую. Ты, да, будешь целить людей. Молодец. Хорошо выбрал. Пашечка тебе поможет. Мам. Он, он узнает. Он тебя увидит потом. Паша тебе поможет. Ах. Ах. Давай померяй. Не тройся. Да ты знаешь все, весь путь. Давай. Пошел. Ха-ха. Молодец. Опять вниз. Ха-ха. Хорошо. Ах. 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 Прикинь ты, еще снимали, что это? Угу. Ах. Получай. Давай, ты все знаешь, что делать. И ощутил себя опять в точке рождения. Ощутил вверх-вниз. Ты это уже все быстро делаешь, в таком автомате. Уже без зашоренности и еще что-то. пролетели жизни. Жизни такие. И самое интересное, что я увидел. Вначале я их увидел миллионы, когда первый раз я умирал, миллионы этих жизней, да? А потом я увидел не миллионы, а миллиарды жизней. Несколько миллиардов. и самое, что интересное, мне показалось, что мне 33 миллиарда жизней, не жизней, а лет в этой вселенной. То есть, или как будто я слился с тем богом, который со мной вещал, или это мое. То есть, потому что мои цифры, которые были первые в первом моем трипе, отличались от тех, которые были во втором трипе. Там миллиарды жизней именно мне. Или может быть, я тогда я себя с этим богом отождествлял, потому что мне точно сказали, что я есть аватар этого бога. Вот так вот. Мы все аватары тех или иных богов. Без вариантов. Без вариантов. Они есть высшие, есть низшие, и до самой нижней точки дифрукации, что-то хотелось сказать, не знаю, правильно слова нет, до самой нижней точки иерархии, может быть, да, понять никому-то будет. И самое, что интересное, когда я опять родился, мелькнули все жизни, и у меня опять появилось ощущение, и я точно в этом знал, просветление, точка просветления. Ты в этот момент опять просветлеваешь, ты такой, аааа, тебя обдало любовью вот этой неимоверной, неземной, да, то есть ты настолько все любишь опять, и я такой спрашиваю, то есть у меня идет диалог, который слышно оттуда, оттуда, то есть вот это просветление, оно у меня останется, или опять закончится, и мне прям говорят, нет, пока закончится, то есть тебе еще пока рано, чуть попозже будет, так что будет, расслабься, вот, поэтому ты как бы и не расстраиваешься, и там идет диалог, вначале я оказался, а, вначале занялись моим телом, ну, то есть там идет диалог между мной и Богом, и там слышно в основном Бога, я как этот, иногда я выскакиваю, я могу что-нибудь сказать, сказать, да, но в основном там идет диалог через меня, а я где-то там внутри, и мне так говорят, то есть теперь ты здоров, и Ваня, ты тоже будешь здоров, это Бог говорил, и он говорит, что твоя рука, потому что у меня рука вот эта вот правая, да, чувствительность слабая, то есть у меня мелкая моторика, да, она слабенькая, потому что как у детей у маленьких, то есть у маленьких детей, у них не развита мелкая моторика, то есть они не могут брать мелкие вещи, у меня также, то есть чувствительность пониженная, это после инсульта, и я после этого то есть ты здоров и у меня в этот момент рука такая, чувствительность появилась полностью вся все тело, и ты чувствуешь неимоверную силу я беру вот так вот я что делаю я начинаю вот так вот делать это я видео кстати вставлю некоторые моменты буду вставлять в видос я пальчиками такой делаю ооо, нечувствительные то есть у тебя раз, не чувствуешь ты все то есть просто ты руками вот так вот делаешь а чувствительность слабая очень слабая такая здесь вот быстрая такая, четкая все, ты чувствуешь каждую деталечку а здесь нифига, то есть если у тебя вот что-то вот здесь вот делает кто-то, или там ты руками что-то делаешь ты не чувствуешь вот, и короче пальчиками так поделал, поделал и потом я начал показывать чудеса боевых искусств. Откуда я это хрен его знает взял? Я помню, что я с такой силищей это делал, что аж это, от руки от рук этот, звук такой шел. Вот так вот. Ну я немножко, да блин, я все понемножку занимался. Полгода там, полгода там. То есть я не мог нигде остановиться никогда. То есть всегда все что-то щупал, пробовал. Все религии, все направления я никогда ни на чем он не останавливался. Я прям чувствовал, что не мое, не мое, не мое, не мое. И последнее, чем я занимался, это рукопашным боем. Ну это типа русский стиль, там рукопашный бой, там и так далее, рукопаш. Любки там, еще что-то такое. Бесконтактный бой. Полгода всего занимался, но там что-то все равно отложилось. И здесь вот у меня вот это вот четко, прям ты настолько все чувствуешь. И попробовал это, там что-то рукой там какую-то часть забора сломал. Попробовал забор сломать. И сейчас вот, например, я выходил, да, я попробовал, что, блин, точно, то есть там силу было намного больше, чем в этом, ну, как говорится, в реале, да. Но я не стал его ломать, как и заботился о теле, потому что я понимаю, что я его сломаю. Блин, мне потом его или восстанавливать, или еще что-то надо делать. Поэтому я старался не хулиганить сильно, да, то можно же было все нахрен разнести. Ты больше, сука, не инвалид. Смотри, раз ты и ходишь. Ты смотри, твое тело вылечено полностью. Ты тоже ходить пусть нормально. Но у меня был полнейший контроль. А, кстати, и мне рассказали, показали, что, то есть, у тебя вот, ты с Богом разговариваешь, но внутри у тебя идет как диалог, да. И мне прям конкретно говорят, что будешь людей проводить. Проводить. Реально будешь проводником. То есть, тебе дается добро проводить людей. И люди, которые будут через тебя проходить, там все будет охуенно. Не будет никакой залупы. Через тебя будут охеренно проходить люди. И мне показали мое предназначение. То есть, ты будешь целителем. И показали, куда мне идти. То есть, кто мне должен помочь с обучением. Блин, конкретно показали, инструкцию дали. Вот. Потом у меня расшифровалось то, что я увидел в первом трипе. Я думал, что это мои мечты, желания. Что у меня ретритный центр в нескольких местах. Дома. машины и так далее. То есть, это, как я понял, то, чего ты можешь достичь. И ретритный центр это все, как говорится, заниматься людьми, помогать людям. Вот. Показали точно места, где все находится. Тогда, то есть, места, которые я в свое время где-то там облюбовал или еще что-то, эти места как раз таки, то есть, как будто всю вот эту жизнь, которую я до этого вел на протяжении всей своей жизни, что все эти места, где я присутствовал, где я что-то пытался сделать и так далее, то есть, как будто меня специально все туда вели, чтобы я эти места увидел и вокруг них все это потом сформировал, да, когда уже целительством заниматься. Вот. люди, которые мне в первый раз показали, что я их начал просветлять направо и налево, да, что это будет не так быстро, просто тебе это как бы у них же нету времени, у богов нету времени, они время могут хоть перемотать, хоть вперед, хоть назад, пофигу, и его просто нет, они, вот эта точка времени не существует, вот так вот. Хотя, если мне определили, ну, вернее, определял, что вселенной столько-то там, или богам столько-то лет, да, то вроде как точка времени есть, но возможно она как-то, то есть мы настолько не понимаем этих процессов, поэтому мы их не понимаем, даже нет смысла вот в это вникать, потому что если надо, тебе покажут, возможно, мы просто, наш ум не вынесет именно того, что тебе покажут, да, это так и есть, потому что в моем четвертом трипе это все показали, вот, вернемся к моему второму трипу, трипу, и с тобой идет конкретный уже диалог, там снимал и все такое, брат мой, мне показали, что какая-то хрень будет с людьми, то есть Бог сказал, что всех выебут, но с любовью, на самом деле многие люди это воспринут, если вот так вот сказать, да, воспримут как что-то такое негативное, но это не негатив, то есть, потому что некоторые люди, например, некоторые существа настолько деградировали в этой жизни, настолько они стали имбецилами, и что ему лучше, блин, умереть, чтобы перейти в следующий круг, круг, ну, не косячить в этой жизни, потому что ты можешь насрать в переход в следующую жизнь, потому что твоя психотравма, которая будет в момент смерти, она будет настолько хуевой, настолько серьезной, когда ты сдохнешь, вся твоя залупа, которую ты накопил, вся твоя говнища, оно просто вылезет, оно просто вылезет, и ты просто охуеешь, поэтому этому человеку лучше сдохнуть, ну, не сдохнуть, умереть, то есть прекратить свое существование, перейти на следующий круг, жизнь не заканчивается, это, блин, это круг сансара, он реален, и он не бесконечен, он бесконечен только для тех, которые не хотят развиваться, может быть, они не то, что не хотят, они, ну, не разбирался в этом вопросе, почему они не хотят, почему они деградируют, деградируют и очень-очень много жизней, не разбирался я, короче, но выход из круга сансары может сделать любой, и почти все идут туда, туда-туда-туда, то есть это как уровни в игре, ты можешь в первом, в третьем уровне играть бесконечно, пока ты не закончишь определенный этап, можешь бесконечно там сидеть, бесконечно сидеть там, фигней какой-то заниматься, вот, вообще бесконечно, но когда твой вот этот, когда ты перемещаешься, и игра продолжается, и ты развиваешься в процессе игры, рано или поздно эта игра заканчивается, то есть игра, она вообще показывает круг сансары, по сути, и в каждой вот игре, любую игру возьми, да, там первый уровень заканчивается, перезагружается, все, начинается второй уровень, капец, четко, круг сансары, и когда игра вот эта заканчивается, да, ты переходишь дальше, вот, мы все аватары, насчет NPC, может быть, это те же самые аватары NPC, то есть я не углублялся, ничего не знаю, то есть могу сказать только по опыту людей, которые этим занимались, да, вот, что я могу сказать, мы пошли погулять с братом, сходили на пруд, темно, было где-то 10 часов вечером, это 16 сентября, и когда, а, да, я когда тоже в зону отдыха к себе пришел, где газончик у меня, там у меня тоже были определенные инсайты, про которые не могу я говорить пока, и мы решили пойти с братом погулять, взяли яблочек зеленых и вкусных, и действительно в этот момент ты хочешь чего-то такого, яблочки это все вообще в тему, в этот момент яблочки, то есть чистой еды хочется, яблоки это чистая еда, очень чистая еда, она настолько чистая, что она тебя никак не отяжеляет, вообще круто, короче, вот, рекомендую кто тряпует, возьмите с собой эти яблочки, какие-нибудь такие зеленые, как они, зеленые, не знаю, или вот такие сезонные такие вкусные, вкусно-кисленькие такие, ну, что-нибудь такое, они должны быть такие сочные, очень сочные должны быть, не как вот эти дряблые красные, да, а что-то такое сочное, прям, такое, зелененькое, вот, мы пошли гулять, там просто идет поток информации и идет беседа с Богом, Бог рассказывает мне что-то, да, и это он рассказывает, а я где-то там, иногда я спрашиваю, но я чувствую, что я там внутри, как будто, да, немножко отстранился, хотя я могу тоже говорить, то есть, через этот род идет деблог с двумя этими существами, то есть, я, вот в этом теле и в этом воплощении, да, и Бог, который создал меня вот в этой вселенной, да, ну, то есть, как я аватар, аватаров у него таких полно, на самом деле, у Богов куча аватаров, но у всех аватаров разные цели, то есть, одни более развитые, другие менее развитые, то есть, у всех разный опыт, вот, как будто семья такая, семья такая аватаровская, аватаровская, то есть, у одного Бога может быть куча аватаров, и они как бы такие, ну, у всех разный уровень, потому что, да, у всех очень разный уровень, и точно мне показали, что не каждый аватар может быть представителем Бога, не каждый, потому что они даже тоже являются и аватарами, но они не могут его представлять, то есть, представление, представлять Бога может не каждый аватар, тоже интересно, вот, мне еще показали, что людей, которых я буду проводить, встречать будет именно мой представитель, ну, то есть, мой верхний вот этот Бог, он один из верхних, вот, поэтому людей, которые буду проводить через трип и так далее, я еще это не пробовал, но у них все будет офигенно, у меня точно показалась такая вещь еще, то есть, я могу некоторых людей, их нельзя проводить без подготовки, такой, как можно делать проработки, да, но это долго, да, ну, не то, чтобы долго, можно, но можно микродозить, то есть, микродозинг, он, я точно, у меня появилась такая информация, я точно знаю, глядя на человека, сколько ему нужно микродозить, и сколько ему, и можно или ему идти в трип, чтобы он был идеальный, ну, отличный, прям, вот, у меня точно такое появилось понимание вот этого, я, блин, сварю на человека, и вижу, сколько ему надо помикродозить, и сколько ему нужно к трипу, чтобы подготовиться, трип, это просто пробуждение, это реальное, блин, пробуждение, люди, блин, сидят десятилетиями, и не могут достигнуть пробуждения, а тут пробуждение, сразу, конкретное пробуждение, запомни, конкретное пробуждение, вот, хоть усрись, пробуждение, блин, то есть, следующий этап, пробуждение, и следующий этап, это просветление, и мне показали еще, что люди, которые пробудились, многие из них закончат круг, многие из них закончат круг сансары, но просветление у них придет во время физической смерти, то есть, просветление здесь при жизни это высший пилотаж, поэтому, ну, в смысле, в этом теле просветление это высший пилотаж, выше нету, но просветлеть там тоже круто, после смерти, вот, но для этого надо пробудиться вначале, здесь пробудиться, здесь, в этой жизни, там, когда у тебя наступит смерть, ты не пробудишься, пробудиться надо здесь, в этой, в этой жизни, чтобы пробудиться круг, чтобы закончить, чтобы перестать здесь барахтаться, а кто-то говорит, мне здесь нравится, ты пиздишь, нихуя тебе здесь не нравится, никому здесь не нравится, здесь тяжело, конечно, ты можешь преисполниться, преисполниться любви к людям и вернуться, но я не знаю, как себя надо не любить, я не знаю, или может быть наоборот, очень сильно себя любить, может быть, я еще не знаю этого, но да, ты любишь там просто все, и всех, непонятно, ладно, и короче, мы с братом пошли погулять, сходили на поле, там еще что-то, я там что-то у меня все время рассказывал, все говорил, говорил, был такой, например, разговор, что-то вылетает, потому что поток информации такой, что ты не все можешь вспомнить, или оно тебе не очень важно, например, что у меня пойдет один из каналов, то есть канал на ютубе стрельнет, то есть это будет определенной точке, то есть определенным этапом, когда стрельнет канал на ютубе, но мне такое показали, ну короче, определенный этап, не скажу, что за этап, честно говоря, чуть не очень, сомневаюсь, поэтому не буду пиздеть, вот, что еще, а, пошли, и у меня сосед, у него коттедж, он владелец нескольких магазинов у нас на поселке, да, и я его вижу, ну мы идем из темноты, он думал, что там бобры, бобров там, это ловит, еще что-то, он как бы следит и бдит за порядком, да, то есть он смотрит, чтобы там не охотники, ничего там, чтобы лебедей никто не стрельнул, чтобы бобров никто не замочил, бобры у нас тут, и лебеди, и он такой идет, я говорю, я издалека, так, Леоня, это я, сосед, он такой расслабился, он видит, что у меня состояние такое блаженное, он говорит, что, 100 граммился, 100 грамм, принял, надо иногда, я говорю, нет, я говорю, мухоморов нажрался, он такой, ты же, говорит, умрешь, ты же умрешь, я говорю, да нет, ты что, расслабься, то есть, представляешь, у всех стереотип, что все должны сдохнуть, кто жрал мухоморы, те должны умереть страшной, мучительной смертью, но самое интересное, блин, половина людей собирают коровники, коровники, блять, коровники, свинушки, как их еще называют, они, сука, ядовиты, вторая категория ядовитости, если ты сожрешь даже немножко вот этого коровника, сука, ты умрешь, отравление, еще не знаю, что там происходит, их варить надо, еще даже на два раза иногда, их надо отваривать, а мухомор, как говорит наш знаменитый Михаил Вишневский, тебе надо 10-литровую корзину сожрать, сырых мухоморов, чтобы умереть, ну, ты просто, сука, умрешь от обжорства, ну, попробуй 10 килограмм-то запихай в желудок, куда тебе пихать-то, ну, ты не сможешь их запихать, вот, а тут от каких-то коровников просто, и смерть, их жрут, блин, половину людей собирают, поэтому, все это пиздобольство, на самом деле, не надо же, обращать внимание, всех зашорили, чтобы люди не жрали мухоморы, потому что человек начинает жрать мухоморы, он пробуждается, и он неуправляем практически, то есть не то, что неуправляем, он перестает быть обычным рабом, он становится неуправляемым рабом, он становится свободным, настоящим, настоящим свободным человеком, вот, и в этот момент ты пробуждаешься, освобождаешься, занимаешься только тем, что тебе нравится, вот, я, как был подключен к верху, я раздал инструкции Лене, соседу, по его бизнесу, не знаю, внял он или нет, но там был точно не я, оттуда, считай, дается инструкция, потом мы вернулись обратно, по дороге я все время шел, с кем-то там, ну, как всегда, беседуешь там, со вторым этим, да, то есть я внутри где-то сижу, а ты беседуешь с Богом, и он иногда озвучивает это, слух это все, и опять показали еще одного человека, которого можно пробудить, знакомого, вот, и что там еще, ну, короче, мы ушли опять в зону отдыха, и у меня там всякие инсайты интересные происходили по тем или иным вопросам, я, кстати, позабывал их, то есть надо вот это все сразу, три происходит, надо сразу записывать, видеодневник делать, или еще что-то, потому что немножко начинаешь забывать, потому что такое количество информации, вот, потребляешь, поступает к тебе, ты начинаешь все это забывать, вот, вот, ну да, вот, что, луна, а, про луну интересно, то есть, на луну что-то показал, над луной ржал, то есть луна искусственный объект, она существует, но искусственный объект, вот, вот, такие интересные моменты, какие-то там, и нынпланетяни, и нынло, и все что-то, он, блядь, так несущественно, там все вопросы идут про тебя, и тебе вот это все на самом деле не важно, потому что это ум ебет тебе вот это вот все, голову, и он тебя начинает отвлекать вот эти всякие иномланетяне, там, анунаки, всякая херня, короче, это все не важно, это все херня ненужная, если ты этим интересуешься, значит, ты вот сидишь в уме, и вот интересуешься всякой залупой, вот, и, короче, не знаю, вспомню, не вспомню, после того, как у меня там куча всяких инсайтов было, что-то там позабывал, пошли отдыхать, вот, мы, что там, пожрать решили, да, жрать захотелось, нет, пожрали мы позже, не помню, когда мы пожрали, мне было конкретно сказано, что надо яблочки жрать, зелененькие, а я что-то так захотел, это уже, наверное, у меня уже отходили, или еще что-ли, или под утро, пельмени нажрались, только не помню, какой период это был, вот, когда нажрались пельмени, ну, так хотелось, мне конкретно сказали, что заканчивай жрать мясо, вот, оттуда, заканчивай жрать мясо, а, и мне что еще сказали, надо худеть, вот, и мне такие, за сколько худеть, две недели нормально, говорит, я такой, не, что-то подозрительно, то есть, у меня конкретный диалог, две недели нормально, что-то подозрительно, ну, давай, два месяца, ну, ладно, примерно, да, вот, у меня сейчас вес сбрасывается, так, да, но, надо все равно, то есть, пищу чистую, хавать, стараться, надо все равно контролить, оно просто так не сбрасывается, потому что надо контроль, над своим питанием осуществлять, но так как у тебя уже нет вот этой зашоренности, ты уже жрешь нормально так, вкусную еду, типа там салатики, я на салатики вообще подсел, пока все это сезонное идет, вот, а потом что еще, легли спать с братом, ну, то есть, он, я на свою кровать, он на свою, и мы, короче, когда спать ложишься, когда заканчивается, вот, я там где-то 4 часа, да, вот этого интенсива, тебе тело устает, и тебя клонит в сон, то есть, телу надо отдыхать, потому что там такой перенапряг внутренний, реально перенапряг, ты укладываешься спать, и когда я спать лег, в это время, называется отходняк, начинается, брат молодец, он вообще молчал, он так получил офигенную инструкцию, что нельзя, это можно сравнить с наркозом, когда вот наркоз, от углекислоты, там, или еще что-то, когда человек отходит, в этот момент можно записать, любую информацию, всякую херню можно насувать, как в фильме, начало, с Ди Каприо, да, по-английски, он по-другому называется, Inception, или что-то такое, вот, и спать легли, и меня два раза, прям конкретно, разбирало, меня, при меня прям разбирало, да, молекул, и опять собирало в меня, прям капец, то есть именно я вот узнал, что мухомор так делает, и растения учителя, то есть они прям разбирают, и собирают, то есть тебя как это, как обновляют, тебя как лечат, и это у меня происходило два раза, и первый раз у меня было четкое ощущение, что, блин, ты можешь не собраться, прям так жутковато немножко было внутри, да, потому что это был и сон, и не сон, то есть такое, ты, ну, то есть когда ты в этом состоянии, сна нету, реальность, здесь сон, сейчас мы здесь вот во сне, это сон, и сон, который вот ты видишь во сне, потому что человек когда пробуждается, он сны практически не видит, их нету, не нужен сон, сон это ум, твои картинки тебе создает, ты спишь крепко, хорошо, у тебя офигенный этот отдых, никакая херня у тебя в голове не происходит, вот, а здесь все охрененно, и вот меня так два раза собрали, разобрали, вернее, и собрали, я брату это рассказываю, вот, как меня собирали, разбирали, но оно жутковато, в плане того, что тебе, ощущение, что тебя не соберут, но тебя обратно собирают, вот, и так вот, моя поездка, вот, закончилась, я сейчас ставлю видео, когда брат обратно ехал, вот, и езжал, он такое, видео такое, снял, пипец, как я, куда я попал, такое быть было, ну, ему понравилось, конечно, все эти эффекты, заехал к брату в гости, тут такое творится, капец, это надо видеть, но все в лучшую сторону, но со стороны, конечно, это вот так вот выглядит, можете посмотреть, там, в ютубе, это завал просто, как люди трепуют, у меня, вот я прямо, могу точно, утверждать, что мои, вот эти первые, первые, вторые трипы, они просто были идеальны, а третий и четвертый, это был просто космос, про них я тоже расскажу, вот, и очень важно увидеть, узнать свое предназначение, ты теперь знаешь, куда тебе идти, я не знал своего предназначения, я уже подозревал после инсульта, да, что я хочу делать, то есть я хочу людям рассказывать, про осознанность, про бурждение, вот, а я понимаю, что я это хочу делать, но до сорока лет, я не знал, чем, не знал, чем заниматься, металл совесть, да, всегда, а тут конкретно, ты уже знаешь, тебе все показали, и ты просто идешь туда, и у тебя нет сомнений, у тебя нету никаких сомнений, кайф, это кайф, на самом деле, кайф в определенности, в определенности того, что ты знаешь, кто ты, и что тебе надо делать, это круто, поэтому я всем рекомендую, но почему я не рекомендую, это делать, надо делать осторожно, то есть, всем рекомендую микродозинг, микродозинг, просто он тебе покажет, он тебе подготовит, но я видел человека, и уже, нет одного человека, да, который сильно долго микродозил, и у него трипы уже не идут, то есть, такое ощущение, что ему в микродозинге уже показали, что ему надо делать, или он не сделал что-то, его грибы забанили, грибы банят, то есть, они тебя не соединяют, то есть, то, что ты с верхом общаешься, с богами, да, это уже они, высшие вот эти сущности, да, банят тебя грибы, то есть, грибы, это порталы, это порталы, они тебя видят насквозь, и они имеют право соединять тебя, не соединять, если не соединяют, значит, ты что-то не то сделал, или что-то не сделал, вот, потому что нахер твое соединение не нужно, потому что ты ни хера не делаешь, ты просто идешь туда поприкалываться, что-нибудь поделать там бесполезное, так вот, круто, ребята, те, кто это все это делают, проходят, и возвращаются, молодцы, потому что мы там, своим другом, да, он все, сейчас будут пробуждаться все, сейчас все валом будут пробуждаться, я вижу, откуда люди будут пробуждаться, они будут пробуждаться через растения учителя, в нашем варианте это мухомор, ну, грибы, короче, в наших широтах и так далее, да, и много где, поэтому это просто сейчас повальная такая тема, пишите, звоните, не стесняйтесь, подробно вообще, я подробно могу отвечать в мою группу Ушаков Евгений Практика жизни ВКонтакте, заходите, там просто я, как бы, диалог создаю, и там мне удобнее со всеми общаться, потому что у меня много мессенджеров и видеохостингов, и в каждом отвечать, и на каждый отвлекаться становится проблемастичнее уже, вот, поэтому так что, люди, пробуждайтесь, не бойтесь, подготавливайтесь к этому, изучите материал, читаем отчасти, как говорится, да, вот, и ничего не бойся, страх, грибы не любят страх, вот, ты должен быть бесстрашным, но ты должен подготовиться, чтобы убрать свои психотравмы, чтобы тебя конкретно там не шлепнуло, не накрыло, вот, потому что люди умирают не от грибов, они умирают от того, что они видят эту безысходность, да, что эту жизнь нет смысла продолжать, и поэтому они заканчивают ее прелик временно, вот, да, и у меня все родственники, говорю, они просто отвалились, только брат остался, и появляются новые знакомые, новые люди, которые не зашорены, и я буду ориентироваться на этих людей, родственники подтянутся, подтянутся, если надо будет, они сами подтянутся, никого не буду заставлять, твоя зашоренность это твоя зашоренность, ты сам должен ее убрать, никто тебе не поможет, кроме тебя самого, вот уже 50 минут я рассказываю, сделаю вставочки в видосы, ну, интересные такие моменты, которые у меня записаны, все не могу показать, потому что не могу, вот, очень тяжело смотреть в камеру, потому что она просто точка, а хочется на себя смотреть, все, ждите моего видео про третий трип, скоро у меня будет пятый, я уже к этому готов, хочу днем это сделать, не вечером, вечером ничего не нравится, хочу днем, когда тебе светло будет, мат, так, друзья, да, я буду проводником, уже, надо только начать проводить, все, давай, пока, все, я, 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 Продолжение следует...